Льва Яшина Льва Яшина Льва Яшина Льва Яшина Льва Яшина Великий вратарь Русский Единственный, кто получил золотой мяч Среди вратарей И, в принципе, я считаю, что Это будет заслужено Я считаю, что, да, это будет первый стадион В России Который назовут именем Такого великого игрока Я думаю, считаю, что нужно переименовать стадион труд в имя Льва Яшина, потому что если этот стадион предназначен для развития футбола, а Льв Яшин – это у нас легендарный голкипер, то я считаю, как раз в развитии футбола это название повлияет на дальнейший прогресс стадиона и, я думаю, вообще футбол в Ульяновской области. А вот главный тренер волжской молодежки мнение своих подопечных не разделяет. Честно говоря, не совсем я согласен с таким решением, потому что для меня, допустим, человек, который в Ульяновске вырос, всегда он ассоциировался как бы стадион труд, это во-первых. Да, и мы знаем его, там, мое поколение, по крайней мере, мы знаем его как стадион труд или там, как он раньше назывался имени Ленинского комсомола. Я понимаю, что, наверное, сейчас может быть какая-то дань моде отдавать какие-то, называть стадионы чем-то именем, да, но не совсем понимаю, я уважаю, конечно, Льва Ивановича Яшина, но не совсем понимаю, какое отношение он имеет к Ульяновскому, к Ульяновской области. Да, тут же больше Николай Петрович Старостин, больше, наверное, руку приложил, и я бы в этой ситуации, наверное, бы порекомендовал нашим руководителям назвать уж тогда стадион в честь какого-то Ульяновского, там, да, великого спортсмена или футболиста, если такие есть вообще, если такие были. Встречаем на стадионе Симбирске совсем юных спортсменов. Интересно, знают ли они Льва Яшина? Он вратарь сборной СССР, он играл в Динамо, он был самым лучшим футболистом в мире. Это первый вратарь, который получил золотой мяч. Конечно, это великий вратарь, это, по моему мнению, самый великий игрок, которого я только знаю. Это будет, конечно, великая честь для самого стадиона и для всех людей, которые занимаются дзюдо и футболом в этом клубе. Я думаю, это будет хорошей идеей. Наставник Кирилла Лесина, известный ульяновский тренер под дзюдо Александр Бабич, также высказал свое мнение по вопросу переименования стадиона труд. Лишь бы он функционировал, чтобы он работал, чтобы на нем и спортсмены, и ребятишки занимались. Ну, а такой большой принципиальности, как он будет называться имени Льва Яшина, это, наверное, лучше спросить у футболистов, которые специалисты, профессионалы в этом деле. Им, наверное, виднее. Конечно же, это достойно, если бы он имел имя Льва Яшина. Потому что круче футболистов у нас, наверное, в России никого нет, я не знаю. Вот. То есть это выдающийся игрок, вратарь. Вот. Если будет называться имени Льва Яшина, это будет очень здорово. Напомним, что о переименовании стадиона труд в стадион имени Льва Яшина рассказал губернатор Сергей Морозов. На рабочей встрече со своим советником Сергеем Кузьминым. Андрей Корчагин, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.